Ну и последняя на сегодня история будет из ряда оперских, немножко трэша. Я по пять молодой оперуполномоченный, примерно 2000 год, лето, пять утра, я дежурю на сутках, вызов. Человек висит на дереве, поселок Алабушево, озеро, дерево, приезжаю, да, ну, как обычно, я водитель, вот, приезжаю, дерево, веточка в сторону. Озеро растет, и чувак на этой веточке, чик-чик-чик-чик-чик, забрался в веревочку и повесился. И такая красивая картина, как там, достойное описание каким-нибудь там прившенным, да, лучшими литературными писателями, которые умеют описывать природу, что-нибудь типа. Ну, надо было начать, конечно, смеркалось, да, хочется сказать, но давайте начнем. Восходило солнце, стояла тишина, которая прерывалась шорохом листвы и пением птиц. Маленький соловей на веточке всячески пытался соблазнить самочку свою, но она отворачивала от него свою маленькую головку со своим маленьким клювиком. Лучи солнца осветили озеро и отразились бликами замечательными, которые создали некоторую видимость радуги. На берегу стоял уазик ментовский под названием «Козел». Вот, и два сотрудника в форме полиции наблюдали за тем, как на веревочке шатается, раскачивается тело человека. Это был повешенный дяденька. Точнее, он сам повесился, вопросов даже не было, потому что так повесить человек невозможно. Он выбрал весьма романтичную атмосферу. Впоследствии забежим вперед, друзья, и обнаружим, что у него была записочка, то есть это была неразделенная любовь. Там была дамочка, ее адрес указан, ну, видимо, решил напоследок ей отомстить, чтобы ей стыдно было. И вам вопрос, давайте вопрос на засыпку. Как вы будете снимать труп с дерева, с ветки, который висит там на расстоянии несколько метров, да, вот, от берега? Вот, ну и тоже думал, я думал, думал, кто будет еще снимать? Поехали, нашли мы веревку. В общем, суть такая, что труп пришлось на труп, вот, лассо такое делать, на ноги ему накидывать веревку, вот. Вот, и, то есть, этим лассо, ну, как, в общем, ну, не лассо, ну, в общем, накинули мы веревку на ноги, да, и вторую веревку срезали. Он, естественно, упал, и его пришлось вот так вот вытаскивать. И вот оттуда мы достали карма, из кармана записку, что вот я умер из-за неразделенной любви. Поэтому, девушки, будьте, пожалуйста, аккуратны. Вы разбиваете мужчинам сердца очень сильно, вот, и они могут покончить жизнь самоубийством. Сможете вы себе это простить или нет, я не знаю. Но работа оперополномоченного, это не только раскрытие преступлений, да, это еще и выезды вот на такие трупы. Сейчас это, конечно, вспоминается уже так с иронией, да, с усмылкой. А в пять утра проснуться и ехать заниматься вот этой ерундой мало удовольствия.